Благодарю Благодарю Знай что в странах неверия Они смотрят на тебя Смотрят на твою нравственность Иногда что призыв Твоими действиями Это выше чем призыв Что твоими словами Смотрят на тебя Как на мусульманина То есть ты обманываешь их Украдешь, воруешь Обманываешь Пьешь спиртное Смотришь на женщин Молишься ли ты Хочешь или не хочешь Ты призываешь к Аллаху То есть говоришь либо молчишь Они смотрят на тебя Как на мусульманина Обрати внимание Чтобы никто не порицал Ислам То есть по твоей причине Как мы уже вчера говорили Что посланник Аллаха Они доверяли ему доверенные Воровал ли пророк Обратите внимание на эти заблудшие Фатвы На эти заблудшие Фатвы Которые что Которые приводят к распространению Нечестия на земле Как выход против То есть даже демонстрации И так далее Что дозволено имущество Неверующих И так далее Обратите внимание Очень опасно То есть непосредственный призыв Непосредственный призыв Когда ты что-то делаешь Перед неверующими И обращаешь внимание Что это ислам Мне приказывает делать это То есть это один Один из методов призыва Что не когда ты просто делаешь И молчишь Но говорю Что это ислам Менил мне этого обязанност Может быть эти слова То есть У них будут плоды Встретил ли пророк Салаллаху То есть В любое время Кого-то из неверующих Не призывая его к исламу Сколько ты встретил Из неверующих Не призывай к исламу Почему Что тебе запрещает Знаний нету сейчас пока Я в зале такие Чтобы призывать К нему Столько как Какие знания ты хочешь Ты знаешь что Аллах Субхану Таля творится Или нет Сомневаешься в этом Знаешь ты что Пророк Сараллаху Лесом послан Не занимайся философией Не выходи за пределы Шариатских текстов Что ты хочешь сказать Неверующему С ним не нужно вести Дискуссию Нет он говорит Самая большая ошибка В призыве неверующих Это что Это дискуссия с ними Пророк Когда послал Муаза в Йемен Сказал ему То есть дискутируй С ним Веди с ними Дебаты Дискуссии Он сказал что Ты придешь к людям Что они обладатели писания То есть у них Что то есть И знаний В их религии Что ты Что ты Призывай к исламу Призывай к исламу Скажи что Зайди в ислам Объясняешь Мухаммад Мухаммад Расулу Аллаху Это несложно Читай Куран Читай Фатиху В Аллахе Без них В Аллахе Ислам Наби Салам Каня Курфар Ислам Мухаммад Мухаммад Кабы Ислам Она Сами Куран И пророк Салаваллах Валюсом Читал Неверующий Куран И многие Из людей Принимают Ислам То есть По причине Того Что Они Слышали Куран Я Я Ха Тай Книжку Брошюрку Тай Рес 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 Брошюрку Об Ислам Не можешь Словами Раздавай Книги Допустим Чтобы Послушал Куран То есть Говорим Что Ислам Приказывает Благой Нрав То есть Призыв Сегодня Очень Легкий Шейф Встретился С одним Из Из Религиозных Поп И так Далее Что Милость Аллаха Субхан Талам Что он Принял Ислам Этот Поп Сказал Что он Родился Вместе С мусульман То есть Жил В одной Мусульман Жил В одной Местности Воспитывался Среди Мусульман Он Говорит Что мы Вместе Кушали Пили Играли Вместе Учились Вместе С мусульман В школе В университете Учился С мусульман Всегда То есть Вся Жизнь Была С мусульман Ни Один Говорит Из них Ничего Мне Не Рассказывал Об Ислам Приблизительно 22 Года Жил Среди Них И Никто Ему Не Рассказал Об Ислам Он Говорит Что Я Желал Чтобы Кто Там Не Рассказал Об Ислам Он Говорит Что Это Положение Многих С Людей С Разве Это Любовь Пророку С Ты Хочешь Выйти Из Этой Дуни Без Хасана Выйти 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 Если Аллах С Тебя Поведет Прямым Путем Одного Человека Это Лучше Для Тебя Чем Лучше Имущество Которое Было У Арабов В Время Это Красный Верблюд Да А 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 63 Года Прожил Из Них 40 До Пророчества Управлений И Нас А Я Набис 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 Салам Мон Борис Посланник Аллах Прожил 63 Года 23 Года Посланникам И Пророкам Если Ты Посмотришь На Эти 23 Года То Они В Действительности Намного Больше Чем 23 Года Обычного Человека Потому Что Аллах Субханава Тааля Не Спаслал Борока То Не Спаслал Блага В Его Жизнь Если Ты Будешь Идти По Пути Пророка Салла Аллах Субханава Тааля Дарует Борока Тебе В Твоем Времени Субханава дороге тебе баррака то есть в твоем времени в твой в твоей семье в твоих детях если ты будешь на суне пророка на на проксал сам никогда не сел за себя то есть гневался им сил только когда приступали граница лоскан то что же скачет макиян так и мулина все и самолеты на манта камера сураллахи салаллаху али васселям или на все и под или и они обла нафс лейса инда я и хэк джуа гэлла южа на посланник аллаху али вассалла никогда не мстил за себя как личность лично за себя посланник аллаху али вассалла вы в его душе не было ненависти зависти к людям и так далее ассорт зависть ненависть и дан рауба на весь аллах салла молитва на и салет у нее посланник аллах салла ловарю сам когда гневался это не было по причине дуни это на тихторад дань и она больно ассаллах посланника лосар алаху ли сумму в его сердце нету дуни в основе а бабу вроде бы лилла довольство и гнев пророка сараллаху алейхи вассалям ради аллаху ассалям скромность посланника аллаху ассалям ядху лет до халкан лая арифин ноби самая селом ядху инсан мэн ад араб алмазит вас сахаба он бессалла санна для массе кого лая арифин написал афику мухаммад алиссалат вассалям человек который заходил мечети посланник аллаху алейхи вассалям был среди своих среди его сподвижников то это человек который не знал пророка сараллаху алиюссалям то он не знал кто из этих людей пророк сараллаху алиюссалям и спрашивал если среди вас мухаммад сараллаху алиюссалям не отличался от своих сподвижников говорит что не его одеждой сараллаху алиюссалям не его верховыми животными его поведением нет не так далее то есть о чем ты думаешь в первую очередь если ты переселяешься из одной страны в другой а лан когда мажетом хуна тваккер оваль шефе ажи о чем ты думаешь когда ты приехал а вот и дарат ухажер тваккер фима если ты хочешь сделать хиджеру о чем ты думаешь в бейт оваль шей тваккер ты думаешь о чем жилище сарай жилье на на бей салаллаху алиюссалям а уваль шей сана индома поднимать и намара сам что сделал пророк сараллаху алиуссалям первое что сделал когда он прибыл в медину бана байт построил дом для парашек занял масти бы нам построил мечеть первая мечеть в исламе это то есть в медине это насчет куба первое что сделал пророк сараллаху алиуссалям когда принят прибыл медину это должно быть что строительство мечети должно быть что то что тебя занимает то есть целью твоей цели сома бады массе туба банан массе данного после этого пророк сараллаху алиуссалям построил пророческую мечеть его мечеть сараллаху а бана горфа сагира и построил маленькую комнату метр ванес фиме тирване с полтора метра на полтора метра байтин на бей салаллаху алиуссалям ком метер вниз фимметр у promises дом пророка сараллаху лос alias полтора метра на полтора метраwork right in the advertisement если хотел помолиться в этой комнате есть и спала это брicks sagoda нету места для сужата Поджимала ноги, чтобы пророк смог сделать полноценную судьбу. Огромное имущество, которое пришло по причине джигада из Бахрейна и так далее. Пророк построил замок. Расширил этот дом или что? Нет, пока не умер, жил в этой комнате. Полтора на полтора. Нету ни зала, ни кухни. Ни туалета. Это указывает на то, что пророк, салаллаху, знал цель существования его в этой жизни. То есть его стремлением, его целью было что? Будущая жизнь. И знал, что это дуня она... Если приобретающие знания не будет аскетом в этой дуне, кто-кто будет? Просто люды и так далее? Да. Что еще есть сера? Что пророк, салаллаху, саляму, каждое его слово было истинно. И когда ему задавали вопрос даже в гневе, он показал на гумбе и сказал даже в гневе, что выходит истинно. Ни саляму, саляму, саляму. То есть приказал даже пророк, что пророк, салаллаху, саляму, не раз... Из его рта не выходило ничего кроме истины даже во время гнева пророка, салаллаху, алейхи вассалям. И поэтому, что приказывал даже, то есть, даже полководцам, полководцам, которых он послал, чтобы они были справедливыми. Справедливость послания, саляму, саляму. А, гайру. Нужно изучать сиры. Обучать этому детей. То есть, обучали. Талкин, это когда человек говорит, чтобы этот ребенок запомнил. То есть, называется талкин, чтобы они запоминали эту сиру. Как ты говоришь, Мухаммад, Мухаммад дну Абрилля и так далее. Сиру пророка, саламу, алейхи вассалям. Валлаху, алейхи вассалям. Валлаху, алейхи вассалям. Достаточно. Какая станция? Да. Редактор субтитров А.Семкин.